Здравствуйте, ребята! Я Несибаева Жабек Жумабековна, преподаватель Алматинского финансово-правового и технологического колледжа. Сегодня я проведу предмет «Основы политологии и социологии». Тема занятия «Политическое сознание». Цели и задачи. Первое – познакомить с основными чертами и сущностью политического сознания, определить основные идеи и ценности, которые лежат в основе каждой из идеологий, выяснить мотивы политического поведения, определить механизм регулирования политического поведения. Второе – развить умение объяснять внутренние и внешние связи изучаемых социальных объектов, анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи, осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной проблематике, участвовать в дискуссии, работать с документами. И третье – это формировать отношение к проблеме формирования политического сознания. План изучаемого нового материала состоит из четырех пунктов. Первое – понятие «Политическое сознание». Второе – основные виды политического сознания. Третье – понятие и функции политической идеологии. И четвертое – современные политические идеологии. Первый вопрос – понятие «Политическое сознание». Итак, происходящие в политике явления и процессы неизбежно вызывают у человека определенный интерес, то или иное субъективное отношение к ним. На этой основе и формируется политическое сознание. Для характеристики понятия «Политическое сознание» необходимо первое – охарактеризовать основные виды политического сознания, второе – выделить уровни политического сознания, и третье – определить функции политического сознания. Что же такое само понятие, что оно из себя представляет «Политическое сознание»? Здесь представлены два понятия. Первое – «Политическое сознание» – это совокупность распространенных в обществе теорий, идей, взглядов, представлений, выражающих отношения людей к политическому строю, системе, а также к деятельности политических институтов и лидеров. Также «Политическое сознание» тесно связано с другими видами и формами осознания действительности, такими как нравственное сознание, религиозно-правовое, эстетическое и так далее. Второй вопрос. Основные виды политического сознания. Это индивидуально-политическое сознание, личные взгляды, позиции отдельного человека, основанные на его жизненном опыте. Второй вид – это групповое политическое сознание, которое складывается в пределах определенных этнических, религиозных, экономических, профессиональных и иных групп, отражая их политические предпочтения. Третий вид – это общественное политическое сознание, которое используется для характеристики создания макроколлективов. Оно формируется на основе типичных для данного общества оценок политической жизни на основе традиционных ценностей. Следующий, обыденный уровень сознания политического отражает понимание политических событий через призму повседневной жизни. Обыденное политическое сознание свойственно большинству членов общества. Для него характерны нечеткость, бессистемность, противоречивость. Формируется оно на базе жизненного опыта людей. Следующий, последний, теоретический уровень политического сознания. Систематизируется знание о политике. Разрабатываются политические концепции, идеи, воззрения. Составляются политические прогнозы. Этому уровню соответствует такой элемент политического сознания, как политическая идеология. Политическая идеология – это система основополагающих базовых идей, понятий с большей или меньшей точностью, отражающих политические позиции и процессы, в соответствии с которыми формируется политическое сознание, то есть мировоззрение, и жизненная позиция личности, социальных групп, общества в целом. Термин «идеология» был введен в научный оборот французским ученым и философом Антуаном де Тресси в конце XVIII века. Он использовал это слово в значении наука об идеях. Политическая идеология содержит взгляды данной группы на политическую жизнь, обосновывает притязание группы на власть, на её использование в интересах группы. Она отвечает на вопросы. Первое. Какой должна быть государственная власть? Второе. Какую политику она должна проводить? Идеология выполняет ряд функций в политической жизни общества. Это такие функции, как мировоззренческая, ценностная, мотивационная, легитимизирующая и интегрирующая. Эти функции политической идеологии выполняются благодаря двум свойствам. Первое. Претензии на тотальную значимость или глобальность. И второе. Нормативность. Идеологию не следует путать с пропагандой. Если идеология представляет собой форму существования политических представлений, то политическая пропаганда является основным средством их распространения. Формы политической идеологии. Первое. Социально-политические теории, дающие обоснование определенных ценностей и идеалов. Второе. Политические программы, отражающие требования социальных групп, политических элит, политических организаций. Третье. Выступления партийных и государственных деятелей. И четвертое. Сознание граждан, определяющие их политическое поведение. Четвертое. Современные политические идеологии. К числу основных политических идеологий, существующих в современном мире, относят либеральную, консервативную, анархическую, социалистическую и коммунистическую идеологии. Первое. Идеология укрепляет объединение людей в одной политической организации. Второе. Идеология помогает сделать свой выбор во время выборов. Третье. С помощью идеологии политические организации распространяют среди населения свои оценки прошлого и настоящего, свое понимание политической ситуации и представления о будущем. Четвертое. Идеология становится мотивом политической деятельности. И пятое. Она играет мобилизующую роль. Так, ребята, на этом мы заканчиваем тему и переходим к работе, самостоятельной работе для закрепления изученного материала. Первое задание. Самостоятельная работа с текстом. Вы должны заполнить таблицу на тему современной политической идеологии. Разбейте таблицу на две графы. Первое. Первое. Назовите название идеологии. Второе. Сущность. И распишите каждую из этих граф. Итак, второе задание звучит. Дайте ответ на следующие вопросы. Первый вопрос. Какую особо важную роль играет общенациональная идеология? И второе. Каковы характерные черты политической психологии? А теперь запишите домашнюю работу. В тетрадях вы должны записать основные функции СМИ.